Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из первого послания святого апостола Павла к Коринфянам, глава 14, стихи с 26 по 40, то есть до конца 14 главы. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие добудет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите «двое» или «многое» «трое», и то «порознь», а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят «двое» или «трое», а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам. Потому что Бог не есть Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквях у святых. Жены ваши в церквях домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих. Ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение первого послания святого апостола Павла к Коринфянам, глава 14, стихи из 26 до конца 14 главы. Здесь апостол Павел продолжает назидать церковь. Он продолжает говорить о том, что церковное богослужение это отображение той небесной литургии вечной, единственной истиной, которой мы с вами через церковь являемся причастниками, и прежде всего через искупительную жертву Господа нашего Иисуса Христа. Богослужение должно быть действительно чинно и устроено. Сейчас мы видим, что спустя 2000 лет церковь действительно показывает величайшую культуру богослужебную. Оно торжественно, оно красиво, оно глубоко символично, и оно действительно назидает. И это церковное богослужение, неважно, какой обряд мы берем, восточный, западный, это всегда назидание. И это на самом деле всегда высокая культура, до которой, что называется, нужно дорасти, чтобы ее понять, чтобы ее вместить, чтобы ее познать, чтобы раскрыть для себя всю полноту, всю палитру тех смыслов, которые она нам предлагает. И то всегда ты будешь открывать для себя что-то новое, что-то важное. Но мы видим, что богослужение первого века, оно несколько отличается от нашего богослужения, хотя основной фундамент все равно он из первого века. Мы знаем, что литургия изменялась, видоизменялась, да, но самое главное-то призвание благодати Святого Духа, молитва над дарами, она всегда остается и оставалась, то есть структура ее несколько обрастала новыми элементами, но в своей сути, в своем ядре, в своем фундаменте она оставалась такой, какой и была в апостольский век, какой нам передал Господь, наш Иисус Христос. Плюс нужно понимать, что богослужение наше, оно во многом вытекло из Иерусалимского храма, потому что вечерня, часы, междучаси и так далее, это все составные части культа Иерусалимского храма, который был в Ветхом Завете. И церковь в этом смысле, она не отвергла Ветхозаветное предание, но наполнила его новыми смыслами и грамотно в свою структуру включила в Новозаветной Церкви. Итак, апостол Павел продолжает говорить о том, что на самом деле происходило на богослужении первого века христианском и пытается структурировать то, что там происходило. Смотрите, что было? Опять же таки, была молитва, структура богослужения синагогальная. Приходим, читаем псалмы, читаем Писание, то есть поем псалмы, читаем Писание, рассуждаем на тему Писания, проповедь, и дальше в конце еще молитва. И здесь вот в текст, который после проповеди, то есть проповедь, рассуждение, вот сюда, очевидно, христиане вставляли то, что причисляет апостол Павел. У каждого есть псалом, поучение, язык, откровение и столкование. То есть вот эти пять пунктов. Туда включались, как раз таки, в пространство проповеди, где в синагоге была проповедь, там у христиан было то, что причисляет апостол Павел. Апостол пытается структурировать, потому что слишком уж харизматичным, очевидно, было в Каримфе это богослужение. Не хватало структуры, не хватало стройности. Апостол Павел говорит, на самом деле, дает очень простые советы здесь. Разъясняет, как сделать так, чтобы богослужение было чинным, стройным и не превращалось, уж извините, в балаган. И вот он говорит, что есть у кого-то говорение на языке, говори по очереди, и три человека — это максимум. Если же не будет истолкователя, то вообще молчи, не говори. Если никто не может растолковать и объяснить, что ты там говоришь на незнакомом языке, тогда молчи, обращайся на этом языке только к Богу и к себе. Пророки пусть говорят двое или трое, и прочие пусть рассуждают. То есть некие пророчества произносят. Если у кого-то будет откровение, то первые молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Но духи пророческие послушны пророкам. То есть, опять же, это что-то такое было экстатичное, что выводило человека за пределы его привычного поведения. Далее говорится повеление о женах. Жены ваши в церкви домолчат. Там есть несколько видов толкований о том, почему так происходило. Есть такое толкование, что это происходило потому, что жены обесценивали своих мужей, которые говорят какую-то хорошую мысль, но жена говорит, что ты же дома так не поступаешь. Соответственно, авторитет и смысл этих фразы очень сильно падал. Поэтому апостол Павел как-то так вот очень здесь четко поставил эту границу о том, что жены в вашей церкви домолчат. При всем при этом мы знаем, что супружеская пара Акилла и Прескилла, да, жена Прескилла, она проповедовала и была ближайшей сподвижницей апостола Павла. Поэтому женщина обладала и словом, и властью в церкви, и правом проповеди, и правом наставления. Но конкретно в данной общине это было, скажем так, запрещено, очевидно, исходя из каких-то внутренних общинных проблем, которые там были. И апостол Павел решил их вот так вот четко сразу обрубить. И это вошло, скажем так, в дальнейшем в практику церкви, что женщины в храме не проповедуют. За пределами храма, пожалуйста, есть миссионерство, есть служение и так далее. И есть многие женщины, которые с честью и достоинством несут это церковное служение, церковное послушание. Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. Тот, кто имеет разум и считает себя пророком, тот поймет, что говорит апостол Павел, и к чему все это ведет, и примет это. А кто не разумеет, пусть не разумеет. То есть, опять же таки, в общине апостол Павел в этом своем первом послании понимал, что не все примут его слова. И опасался, и предполагал, что будет, так сказать, оппозиция. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками, только все должно быть благопристойно и чинно. Должно быть различные служения, должна быть харизматическая составляющая церкви, не нужно все к сухой структуре сводить. Но в то же время нужно и держать в рамках харизматические порывы, чтобы вот этот баланс харизматической составляющей, то есть действие, что такое харизма по-гречески, это благодать Святого Духа, чтобы вот этого действия благодати, оно человека не выводило за рамки структуры. И чтобы структура не подавляла харизму в человеке. Вот этот золотой путь нашего богослужения мы должны с вами сохранять. Ведь какое у нас замечательно, харизматичное, духовное, радостное, пасхальное богослужение. Вот там действительно харизма наша проявляется во всей полноте. И радость, и веселье есть, и само богослужение предполагает наше веселье. А есть и другое богослужение, великопостное, которое имеет другие настроения. Поэтому, как говорит экклезиаст, всему свое время. Время собирать камни, и время их разбрасывать, время обниматься, и время уклоняться от объятий. Поэтому давайте будем молиться. Помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости, о Господе, и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться великолепие Твое при высшем небес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...